Исправительные работы начинаются с 8 утра и продолжаются до 12 часов. Летом это в основном покраска, подметание улиц и скверов, может быть и стрижка кустов, и удаление молодых порослей деревьев. Вариаций очень много. Кстати, весь труд бесплатный, а некоторые отбывают наказание после своего рабочего времени. Исправительные работы, как правило, у нас не платильщики алиментов в статье 157 части 1. Здесь уже они, соответственно, получают, трудоустраиваются официально, получают заработную плату. Также у нас есть еще по 119, это причинение вреда здоровью. Но, как правило, больше, если по статистике, то, как правило, эти лица привлекаются к этому наказанию. Юлия Землянская добавила, что в настоящий момент по двум районам города, Октябрьскому и Советскому, 15 осужденных отбывают наказание в виде обязательных работ и 22 в виде исправительных. Обязательные и исправительные работы – это только часть уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы. Есть и меры пресечения под названием «домашний арест». Контроль над такими заключенными осуществляется с помощью знакомых всем по кино и сериалам браслетов. Данный электронный браслет применяется на ногу, то есть одевается осужденному или подозреваемому обвиняемому на ногу. Затем его мы активируем, устанавливаем, если для домашнего ареста, то стационарное контрольное устройство, ограничение свободы в зависимости от ограничений и от технической возможности. В регионе к такой мере наказания приговорены 29 человек, 21 из которых находится в Рязани. Все их передвижения передаются на пульт мониторинга. Те, у кого мера пресечения – домашний арест, дом свой покидать не могут. Если человек отойдет от стационарного электронного устройства дальше определенного расстояния, то на пульт поступит сообщение. С мобильным электронным устройством отслеживается маршрут перемещения. Сигнал браслета привязывается к небольшой коробочке, и отходить от нее дальше пяти метров нельзя. Осужденный носит ее с собой, и маршрут его перемещения можно отследить с компьютера. Зеленый цвет означает, что нарушений нет, красный – это мы должны обратить внимание на нарушение. Но это у нас не нарушение. Наш подозреваемый обвиняемый в настоящий момент доставляется в город Москву для осуществления следственных действий. Когда осужденного доставят обратно, его иконку с красного изменят на зеленую и добавят соответствующий комментарий. По Октябрьскому и Советскому району два человека осуждены к ограничению свободы с мобильным контролирующим устройством. Двенадцать – под домашним арестом, и один человек осужден к запрету на определенный вид действий. Это один из новых видов наказания. Теперь ему запрещено выходить из дома ночью, общаться со свидетелями уголовного дела, читать и отправлять почту, и заходить в интернет. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.